Охотничьи собаки, породы, маленькие и большие виды. Некоторые породы собак изначально были выведены для охоты. И даже сегодня, когда во многих странах охота запрещена, эти породы не утратили своей популярности, ведь за долгие годы в таких псах развелись лучшие качества. И теперь охотничьи собаки становятся прекрасными компаньонами, спасателями и даже сторожами. История и особенности охотничьих собак. Трудно сказать, когда именно собаки стали использоваться для охоты. Некоторые наскальные рисунки указывают на то, что это произошло еще на заре цивилизации. А вот с гончами все относительно понятно, упоминания о них встречаются в текстах, написанных в античные времена в Риме и Греции. Охотничьи собаки. Позже появились другие собаки для охоты. На заре средневековья это были легавые. История сохранила немало сведений о том, как выглядели королевские собаки-охотники, так что начиная с эпохи Ренессанса развития охотничьих. Европейских пород уже гораздо легче проследить. Группы пород охотничьих собак. Все существующие на сегодняшний день охотничьей породы собак можно разделить на несколько групп. Гончая, самая древняя группа, используется для гона. Борзые, яростные охотники, быстрые и сильные, хватающие зверя на бегу. Норные собаки, мелкие животные вроде такс или терьеров, добывающие зверя прямо в его норе. Легавые, псы, используемые в основном для охоты на птиц и полевых зверей. Ретриверы, используются на охоте во вспомогательной роли, чтобы приносить подстреленную дичь. Лайки, универсальные собаки, с которыми можно охотиться на любых зверей и птиц. Важно, внутри каждой из этих групп есть целый список популярных пород, в котором каждый охотник сможет выбрать подходящий для себя вариант. Охотничьи борзые собаки и их фотографии. Борзые породы собак для безружейной охоты предназначены для травли зверя. К этой группе относятся многие из старейших разновидностей псов. Фараоновая собака. Очень элегантные и изящные, но в то же время мускулистые собаки. Главной их отличительной чертой являются крупные стоячие уши. Фараоновые собаки отличаются короткой шерстью коричневого или рыжего оттенка. Носы у них тоже коричневые, но при возбуждении краснеют. В целом это смелые, ловкие и дружелюбные животные, но к незнакомцам относятся настороженно. Фараоновая собака. Ирландский волкодав. Одна из самых древних и крупных пород в мире. Высоту кобели достигают 79 сантиметров. Ирландские волкодавы упоминаются в тексте, датированном Треместами 91 годом. Правда, в самой Ирландии тогда еще не существовало, а этих животных разводили кельты на окраинах Римской империи. Псы имеют грозный вид, но характер у них спокойный и добрый. А еще эти крупные животные умеют двигаться с неожиданной быстротой и ловкостью. Азовак. Охотничий африканский пес, который приобрел популярность в Европе в 1970-е годы. Его рост в холке может достигать 71 сантиметр, но при длинных конечностях спина кажется немного коротковатой. Ценится за выносливость и приспособленность к жаркому климату. Важно. Привязывается только к одному хозяину, к остальным людям относится с подозрительностью. Диркхаунд. Шотландская порода, которую изначально выводили для охоты на оленя. Такое дорогое удовольствие в те времена могла позволить себе только аристократия. Диркхаунды – крупные, но достаточно ловкие животные, которые могут развивать хорошую скорость. Среднеазиатская борзая, тазы. Очень грациозные и ловкие животные, изначально их выводили для конной охоты. Они отличаются довольно изящным сложением, но в то же время достаточно сильны. Характеризуются дружелюбием и независимостью. Левретка. Хотя этих собак изначально выводили как охотничью породу, очень быстро они приобрели декоративное значение. Левретки обладают изящной фигурой, они дружелюбны, умны, быстры, а вот нюх у них слабый, как и у других борзых. Левретка. Русская борзая, крупные собаки высотой до 86 см в холке. Они обладают превосходным зрением и агрессивностью по отношению к зверям, что ценно для борзых. Кроме того, это очень сильные и ловкие животные, обладающие хорошей скоростью. Афганская борзая, крупные животные, высотой до 70 см в холке. Отличительная особенность, очень густая, длинная и шелковистая шерсть. Интересно, порода считается древней, но в Европе стала популярной только в колониальную эпоху. Английская борзая, грейхаунд. Одна из наиболее распространенных пород в своей группе. Отличается привлекательным внешним видом с пропорциональным туловищем, лапами и головой. Салюки. Еще одно название, персидская борзая. Считается одной из древнейших пород собак. Предполагается, что такую изящную и сильную породу смогли вывести бедуины для охоты на сравнительно небольших животных пустыни, например, лис. Тайган. Каргысская борзая. Аборигенная порода, генетически близкая к описанной выше среднеазиатской борзой. В старину использовалась для охоты с беркутом. От среднеазиатской разновидности отличается более высоким ростом и наличием на лапах волосяной щетки для защиты конечностей от травм. В суровой степной местности. Уибит. Дладкошерстная порода собак, выведенная в Британии, как полагают исследователи, для травли зайца. Ее отличительной чертой является то, что она развивает очень высокую скорость, так что, скорее всего, предположения историков верны. Уибит. Норные породы. Все это, маленькие охотничьи собаки, они предназначены для некрупного зверя, но при этом обладают храбростью, которой позавидовали. Бы и более солидные хищники. Жесткошерстный фокстерьер. Высота представителей породы не превышает 39 см в холке, но их физическая сила непропорционально больше роста. Эти псы обладают атлетическим телосложением и могут совершать очень высокие прыжки. Дладкошерстный фокстерьер. Порода была выведена в Британии. Это небольшая собачка ростом до 39 см. Вес представителя породы составляет до 8 кг. При этом животные обладают мускулистым телосложением и большой физической силой. Важно. Характер дружелюбный, но к другим собакам они могут относиться довольно агрессивно, хотя с людьми ласково. Жесткошерстная такса. Самая молодая из пород в этой группе. В холке ее представители достигают всего 27 см, но отваги и напористости им не занимать. Характерная черта – удлиненная жесткая шерсть на мордочке, издали она поминает бородку или бакенбарда. Жесткошерстная такса. Лайки. Это в основном северные породы, сильные и выносливые, приспособленные для жизни в суровых условиях. Восточно-сибирская лайка. Российская порода животных. Ее представители используются не только как охотничьи, но и как ездовые собаки. У нее чуть более вытянутое тело, чем у других разновидностей. Это быстрое животное, которое часто передвигается рысью или легким галопом. Ненецкая оленегонная лайка. Аборигенная порода, которая сохранила многие древние черты. Иногда используется МЧС как поисковая собака-спасатель на месте аварий и техногенных катастроф. Окрас может быть любой, в том числе и пятнистый, но очень часто встречаются черные животные. Важно, это хороший друг и напарник, а еще пастух и охотник. Западно-сибирская, самая многочисленная из всех разновидностей лайок, людей, охочих до таежных походов, привлекает способность этих животных ориентироваться на местности. К числу преимуществ этих животных относятся привлекательный внешний вид и универсальность, они помогают добывать и птицу, и пушного зверя. Современные питомцы происходят от волков-аутсайдеров, которые использовались коренными народами с севера. Карельская медвежья. Внешне представители этой финской породы похожи на русско-европейских лайок, но отличаются чуть меньшим ростом. Выводили эту породу для охоты на крупных животных, не только на кабанов, но даже и на лосей или медведей. Карельская медвежья. Норвежский черный элкхунд. По своим внешним данным это типичная лайка. Вот только окрас у элкхунда преимущественно черный, хотя у нее имеется и очень близкий серый родственник. Это аборигенная порода, история которой насчитывает несколько тысячелетий, недаром ее называют собакой викингов, и ее атлетическое телосложение соответствует репутации. Русско-европейская. Представители этой разновидности достигают высоту 58 сантиметров в холке. Это очень живые и подвижные собаки с развитой мускулатурой и красивой густой шерстью. Окрас обычно представляет собой комбинации черного и белого цвета. Якутская лайка. Еще одна аборигенная порода, обладающая древней историей. Ее представители отличаются средними размерами, но при том хорошо развитой мускулатурой. Шерсть у них очень густая, идеально для жизни в арктических условиях. Окрас может быть как однотонным, так и пятнистым. Карелла финская лайка финский шпиц. Ее используют для охоты на пушных зверей. Отличается сравнительно небольшим ростом и весом, но это достаточно сильные и выносливые животные. Кроме того, они выглядят очень симпатично благодаря светло- или темно-медовому окрасу. Карелла финская лайка. Гончие охотничьи породы. Гончие, это название говорит само за себя. Они нужны для того, чтобы загнать зверя. Это настолько многочисленная группа, что ее удобнее рассматривать их по алфавиту. Бассет хаунд. Относительно невысокая английская порода, высота бассет хаундов не превышает 38 сантиметров в холке. Короткие лапы, характерные морщины возле глаз и бровей, вислые уши этих псов легко узнать. Это очень подвижные и неожиданно проворные животные. Бигль-Харьер. Порода была выведена путем скрещивания бигля и харьеров, что и отразилось в ее названии. Хотя это сравнительно мелкие собаки, их используют против гораздо более крупных кабанов и оленей, впрочем, для лисиц и косулей они тоже подойдут. Все потому, что бигль-Харьер, животное очень энергичное и выносливое, с отличными охотничьими способностями. Австрийская гончая. Животные среднего размера, сильные, быстрые, идеально приспособленные для жизни в горах и отличающиеся просто феноменальным нюхом. К сожалению, за пределами Австрии это гончая практически не встречается. Бладхаунд. Сегодня представители этой породы часто используются как компаньоны, иногда даже как полицейские собаки наравне с овчарками. Это собаки среднего размера, с несколько вытянутой головой и приподнятыми надбровными дугами. А поскольку они еще и веслоухие, то это производит немного комичное впечатление. Интересно, в эпоху Ренессанса Бладхаунды служили сторожами при королевских особых. Финская гончая. Гончие используется для охоты на зайца и лисиц, но иногда с ними идут даже на рысь или лося. Собаки были выведены для условий Скандинавии с достаточно суровым климатом и снежными зимами. Конхаунд или английская енотовая гончая. Порода была выведена для охоты на енотов и прочую живность того же рода. В Америке схожая разновидность охотятся на опоссумов. Это энергичные мускулистые животные, нуждающиеся в высоких физических нагрузках. Кундхаунд. Русская пегая гончая. Эти гончая отличаются пропорциональным сложением, высоким ростом и довольно ярким окрасом. Это сильные и выносливые животные, при том очень послушные. Эстонская гончая. Невысокая, до 45 сантиметров, но очень выносливая, сильная и активная подружейная гончая. Обладает прекрасными охотничьими способностями. Радизийский риджбек. Южноафриканская разновидность гончих, выведенная для специфических природных условий. Это сильная и мускулистая собака свое название получила по наличию на спине риджа, полоски шерсти, растущие в направлении, противоположном основному. Дрейлер. Невысокая и коротконогая гончая, внешне напоминающая таксу. Но даже при такой высоте она развивает потрясающую скорость. Используется для охоты на зайца и лису, в быту часто становится превосходным компаньоном. Далматин. Порода была выведена в Хорватии. Далматинцы отличаются своеобразным окрасом, белым с черными пятнами. Это сильные и выносливые животные, способные преодолевать большие расстояния. Английский факсхаунд. Самая известная британская порода гончих, выведенная для знаменитой лисьей охоты, забавы аристократов, может выдерживать даже самую изнурительную скачку с препятствиями. Американский факсхаунд. По своим характеристикам напоминает британских сородичей и также была выведена для коллективной охоты на лис, но только на юге США, за пределами Америки она практически не встречается. Подружейные, легавые, собаки. Эти породы в большинстве своем были выведены позже, чем большинство гончих и борзых. Бургосская легавая испанский поинтер. Порода была выведена в Кастилии. Причем еще в 1950-е годы считалось, что она находится на грани вымирания, однако, в более поздние годы численность была восстановлена до приемлемого уровня. Ирландский сетер. Животные обладают сложным характером, тяжело подаются дрессировке, но их охотничьи способности и симпатичный вид. Привлекают многих желающих завести пса. В городских условиях с ним справиться, однако, нелегко, поскольку сетер требует длительных пробежек. Английский сетер. Энергичные английские сетеры обладают черно-белым окрасом, сразу напоминающим героя фильма «Белый бим-черное ухо». Отличаются острым чутьем и высокой скоростью движения, а еще, дружелюбным характером. Шотландский сетер. Очень выносливые и сильные псы, с прекрасными охотничьими способностями. Они могут приспособиться для жизни в городской квартире, но все же для нормального развития им необходимо большое пространство. Курцхар. Немецкая короткошерстная легавая, которая отличается необычной окраской. На светлой шерсти выделяются темные пятна, которые напоминают кофейные зерна. Курцхар – это порода, выведенная для охоты на птиц и мелких зверей. Курцхар. Драдхар – немецкая жесткошерстная легавая. Представители этой породы похожи на курцехаров, но отличаются более длинной, жесткой шерстью, которая защищает их от неблагоприятных погодных условий. Веймаронер. Предков этих животных использовали для охоты на крупного зверя. Но непосредственно веймаронеры – универсальные собаки. Сегодня их используют и как служебных и сторожевых псов. Хотя главной их характеристикой по-прежнему является высокая скорость. Венгерская выжва. Короткошерстные легавые, сильные, выносливые, очень спортивные. Отличаются невероятной преданностью хозяину. Спинони итальяно-итальянский грифон. Универсальная итальянская порода, предназначенная для охоты на воде и на суше. Отличается густой жесткой шерстью, что спасает от колючек в самых непроходимых зарослях. Грифон були. Французская длинношерстная порода, довольно редкая. Долго считалась вымершей, но в Нормандии нашлось несколько чистокровных представителей, и сегодня численность постепенно восстанавливается. Сетер гордон. Еще одно название шотландских сетеров, описанных выше. Охотничьи собаки спаниели и ретриверы. Спаниели и ретриверы часто считаются собаками-компаньонами, но на самом деле их можно использовать и для охоты. Ирландский водяной спаниель. Коренастые охотничные собаки ростом до 60 сантиметров и весом до 30 килограммов считаются старейшей разновидностью среди всех пород спаниелей. У них плотное телосложение и вьющийся шерстный покров красновато-коричневого цвета, а еще, средней длины тонкий и практически голый хвост. Интересно. В коричневом оттенке шерсти этих спаниелей присутствуют легкие, но достаточно заметные фиолетовые ноты, чем они отличаются от любой другой породы. Эта разновидность спаниелей является водоплавающей, так что они идеально подходят для охоты на уток. Ирландские водяные спаниели активны, подвижны и дружелюбны. Ирландский водяной спаниель, русский охотничий спаниель, единственная российская подружейная порода. Но в таком качестве она признана только ЭКФ. Выглядит спаниели привлекательно, небольшой рост, пропорциональное сложение, умные глаза, висячие уши с мягкой блестящей шерстью. Симпатичный окрас от однотонного до пятнистого. Лабрадор-ретривер. Изначально эта порода была выведена как охотничья, но сегодня стала универсальной, поскольку ее представители также. Являются прекрасными спасателями, поводырями, и конечно, компаньонами. Это активные, смышленые и даже проницательные животные, достаточно крепкие и высокие. Английский кокер-спаниель. Английские кокер-спаниели обладают красивой фигурой, пропорциональной, с головой правильной формы, с низкопосаженными ушами. Шерсть у них длинная, мягкая, слегка вьющаяся. На лапах, небольшие перепонки, позволяющие этим рыжим охотникам хорошо плавать. Американский кокер-спаниель. Самые маленькие представители своей группы. Во многом они похожи на английских кокер-спаниелей, только размером поменьше, кроме того, они более кудрявые, что придает им очень забавный вид. Важно, от других разновидностей отличаются значительно более светлым оттенком. Кламбер-спаниель. Самый массивный из спаниелей. Его вес может достигать 34 килограмма. Используется для охоты в сухопутных регионах. Японский хин. Это в большей степени декоративная порода, хотя она и ведет свою родословную от спаниелей. Для охоты не используется. Спрингер-спаниель вельш. Как и все спаниели, это веселый и приятный компаньон. Но кроме того, он прекрасный охотник. Вельш-спрингер-спаниель. Континентальный той спаниель. Практически игрушечная декоративная порода. Второе название, папийон, то есть мотылек. Кавалер-кинг-чарльз спаниель. Очень небольшие спаниели, которые на протяжении практически всей своей истории используются как компаньоны. Хотя теоретически их охотничьих способностей хватит на то, чтобы поймать мелкую птицу. Тибетский спаниель. Порода декоративных собак, правда, такая репутация у этих малышей сложилась только в последнее время. В Тибете же они часто выполняли роль сторожей при монастырях. Керли, курчевошерстный ретривер. Выносливые собаки с курчавой и практически непроницаемой для воды шерстью. Эти ретриверы часто используются для охоты в болотистой местности, тем более что они практически сливаются с ней по цвету. Голден ретривер или золотистый ретривер. Очень гармоничное животное, красивое и сильное, которое может использоваться для подружейной охоты, но гораздо чаще служит просто компаньоном, в силу своего дружелюбия. Кокер спаниель. Это еще одно название описанного выше английского спаниеля. Какую породу нужно выбрать для охоты? Ответ на этот вопрос зависит не только от того, на кого владелец собирается охотиться, на водоплавающую птицу, пушного зверя или медведя. Но и от того, в каких условиях будет жить это породистое животное. Многим из перечисленных выше собак не подходит тесная городская квартира, им нужен загородный простор. Кроме того, нужно трезво оценивать свои возможности, например, если сетер требует длительной пробежки, нужно понять, сможет ли хозяин, бросить свои дела и устроить такой марафон. Вот почему перед покупкой любой охотничьей собаке нужно взвесить все за и против.